В эфире телеканала Юрген Крик Криминал Комментарии в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Смертельное ралли, пьяное затмение лихого гонщика. Виртуальный триллер. Подростковая месть за прерванную игру. Билет до Магадана. Серийная афера для пенсионного фонда. Страшная авария закончилась погоня за гонщиком в Сыктывкаре. Два патрульных экипажа преследовали Ладу, водитель которой на огромной скорости пытался скрыться от полицейских. С риском для собственной жизни и окружающих, лихач не раз совершал опасную маневру в потоке автомобилей, в конце концов не справился с управлением. Оперативное видео изучил Евгений Стокас. В час ночи 18 марта в Эжвинском районе Сыктывкара внимание патрульного экипажа привлекла синяя Лада. Стражи порядка решили остановить ее для проверки документов. Но водитель не подчинился и попытался протаранить машину ДПС. На высокой скорости Лада рванула по проспекту Бумажника в сторону Сыктывкара. Машину не раз кидала из стороны в сторону. В плотном потоке нарушителю чудом удавалось избегать столкновения с другими автомобилями. Опасаясь за жизнь участников дорожного движения в местечке Нижничев, стражи порядка попытались перегородить злоумышленнику путь патрульной машиной, но это не сработало. Использовать табельное оружие в черте города полицейские не рискнули. Лихач игнорировал правила дорожного движения, не раз пересекал сплошную и проезжал перекрестки на красный сигнал светофора. Скорость Лады порой превышала 150 км в час. На Октябрьском проспекте возле столичного пивзавода нарушитель потерял управление. Десятку занесло, она наскочила на бордюр и протаранила дерево. От удара пассажира выбросило через лобовое стекло. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины ВАЗ-2110 89 года рождения скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель ВАЗ-2110, мужчина 1987 года рождения, также получил травму в результате дорожно-транспортного происшествия. А именно закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, различные ушибы, сочетанные травмы, а также шок первой степени. Кузов седана превратился в груду из скореженного металла. Чтобы извлечь пострадавшего водителя из салона, спасателям пришлось срезать крышу при помощи гидравлических ножниц. В тяжелом состоянии виновника ДТП доставили в реанимацию коми Республиканской клинической больницы. Оказалось, 31-летний мужчина ранее уже был лишен прав и, по словам очевидцев, имел все признаки алкогольного опьянения. Сейчас нарушителю-рецидивисту грозит уголовное преследование и внушительный срок за колючей проволокой. Бесконтрольные игры за компьютером едва не привели к трагедии. Сытовкарский суд рассматривает уголовное дело 15-летнего подростка, который, по версии следствия, в сентябре прошлого года пытался убить маму и бабушку в время семейного конфликта. Парень с неплохой репутацией среди учителей и сверстников в одночасье превратился в отчаянного головореза. Репортаж Таисии Жаковой. Ну, в конце их поссорились с матерью. Ну, я не выдержал. Сначала хотел придушить, потом понял, что не смогу и пошел на хухню за ножом. На этих кадрах следственных действий 15-летний подросток с ехидной улыбкой на лице рассказывает и показывает, как едва не убил своих родных в сентябре прошлого года. Молодой человек вел замкнутый образ жизни и почти все время проводил в виртуальном мире. Среди педагогов, сверстников и соседей по дому считался неплохим мальчиком, а вот в семье, оказывается, был разлад. Мама безуспешно пыталась побороть компьютерную зависимость сына. Вечером 13 сентября терпение женщины, которая употребила спиртное, окончательно лопнуло. Подошла мать и выключила ноутбук не так, как надо было, а вот просто его выдернуло с розетки и у него все выключилось. После чего несовершеннолетний наш подозреваемый хотел включить компьютер, но у него не получилось. Психанул из-за того, что мама выключила и он, видно, не доиграл игру. Последняя игра, в которую он играл, именно была связана с оружием и огнестрельным, и холодным. Там происходили игры, которых надо было кого-то изувечить, покалечить. Через два дня наступила развязка. Мать принесла сыну таблетки от простуды и попросила их выпить. Подросток выбил их из рук, а когда женщина начала ругаться, ударил ее по лицо, затем попытался задушить. За дочь вступилась пенсионерка, но юношу это взбесило еще больше. Он пошел на кухню, принес нож и стал беспорядочно наносить удары. Сначала порезал маму, а затем бабушку. Да, по-моему, пыталась встать и угомонить меня, типа вот так протягивала руку, вот стояла. Пыталась угомонить, поговорила, все нормально, там, все хорошо, и потом скользнула. А вы что-нибудь отвечали ей? Нет, я уже там не помню. Я хотел в том еще ее резнуть, но почему-то потом... Почему-то не резанул, не знаю. Думал, она умрет, а она... Ух, скользнула. Неизвестно, чем бы закончилась эта зверская поножовщина, если бы раненым женщинам не удалось вовремя выбраться из квартиры. После того, как несовершеннолетний нанес удар своей матери, удары многочисленные своей матери ножом, да, и начала их разнимать бабушка, то есть наша вторая потерпевшая, в это время мать смогла выбраться на балкон, после чего с балкона квартира, расположенная на первом этаже, покинула квартиру. Но, как считает следствие, это и помогло ей выжить. После того, как несовершеннолетний нанес удар бабушке, бабушка выбежала в подъезд, также обратилась за помощью, что тоже, соответственно, спасло ей жизнь. Перед приездом полиции подросток пытался покончить с собой. Врачи оказали ему первую помощь. Задержанного за покушение на групповое убийство арестовали. Вину в содеянном он признал, но раскаиваться и просить прощения не захотел. А вот потерпевшие женщины до сих пор всеми силами пытаются спасти его от тюрьмы. Впрочем, избежать отправки в воспитательную колонию при таком-то обвинении ему вряд ли удастся. Сыктывкарский суд вынес приговор по уголовному делу, получившему мощный общественный резонанс. В уличной драке на детской площадке смертельную травму получил 23-летний парень, который до этого распивал спиртное в компании друзей. 16-летний фигурант, личность которого мы не имеем права разглашать по закону, уверял суд, что действовал в целях самообороны и никому не желал смерти. Как рассудила эту сверхэмоциональную историю эфемида, расскажет Антон Кувочкин. На этих кадрах камеры видеонаблюдения видно, как в закусочную на улице Пушкина примерно в 6 часов утра 17 июня зашли, а затем вышли два парня. Один из них в синей спортивной куртке – нынешний фигурант уголовного дела. Через 25 минут возле торговой точки к ним подошел с просьбой прикурить сигарету незнакомый молодой человек, будущий участник роковой драки. Еще через полчаса он вместе с другом, будущим потерпевшим, купил пиво и пошел к своим подругам. Компания переместилась на детскую площадку. Они пришли после клуба, после заведения. Сразу домой не зашли, не поднялись себе в подъезд. Решили посидеть на лавочке. Выясняли друг с другом отношения девушки с парнями. Так как они отдыхали, девушки в одном клубе, а парни в другом клубе. Выясняли отношения, выпивали. Пьяный голдеж во дворе, как это бывало не раз, мог закончиться вполне мирно. Но компании высказали резкое замечание те самые юноши, которые после закусочной пошли ночевать к своей знакомой. В этот самый дом, в квартиру на пятом этаже. Возмущенные визави потребовали сатисфакции. На словах оппоненты разбирались недолго. Один из вышедших парней оказался на асфальте и попал под град с жестких ударов. Приятель нападавшего сначала хотел его успокоить. Пытался разнять драку и второй 16-летний юноша. Но в итоге сцепилась и вторая пара. Сам конфликт первым начал, не то что конфликт, а нанесение ударов начал потерпевший. То есть и с нашим обвиняемым тоже получил несколько ударов по лицу. В последующем обвиняемый взял инициативу, скажу так, в свои руки. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 13 ударов рукой по голове. После чего, как я же сказал, уже потерпевший получил черно-мозговую травму. Вместо того, чтобы сразу оказать пострадавшему первую помощь, его приятель, затеявший эту драку, видимо, заботился прежде всего о собственном эго. После этого я подбежал к другу, попросил того, чтобы он отпустил его. Он сказал, ну, ты побил моего друга. Сейчас садись на колене и умоляю, чтобы я его так же не побил. Я сел на колени. Именно 16-летний юноша первым пришел на помощь нокаутированному сопернику. Но тут на него набросилась девушка, а затем и приятель, у которого продолжали чесаться кулаки. Только через 5 минут, причем уже все вместе, молодые люди пытались привести пострадавшего в сознание. Но вернуть его к жизни не смогла даже прибывшая на место бригада неотложки. Травма головы оказалась смертельной. На суде несовершеннолетний уроженец Усинска, приехавший в Сыктывкар на учебу, и, как выяснило следствие, имевший небольшой опыт боев без правил, заявил о вынужденной самозащите. Подсудимый признавал фактические обстоятельства уголовного дела. То есть он признал, да, я наносил удары, да, события имели место, но удары наносил я вследствие самообороны. Подсудимый в ходе судебных премий принес свои извинения матери погибшего. Он сообщил о том, что он искренне раскается в связи с тем, что произошли подобные события. Мама подсудимого аналогичным образом поступила, она принесла свои извинения родителям погибшего. Гособвинение настаивало на умышленном характере действий юноши, но в то же время просило суд учесть противоправное поведение самого потерпевшего, полезшего в драку. С учетом всех смягчающих обстоятельств, за умышленное причинение смерти человеку юному жителю Усинска назначили 4,5 года в воспитательной колонии. Кроме того, с него взыскали миллион рублей за моральный вред родителям погибшего. Приговор еще не вступил в законную силу. Законом о северах в мошеннических целях решил воспользоваться ранее судимым мужчиной и подбил на аферу столичных пенсионеров. В Сыктывкарский суд передали уголовное дело по факту серийного хищения денег пенсионного фонда. По подложным документам сообщники получали компенсацию к месту отдыха и обратно, а затем делили ее между собой. Как вскрылась хитрая махинация, расскажет Ольга Коняева. В 2017 году сотрудники Сыктывкарского управления пенсионного фонда обратили внимание на одну странную закономерность. Несколько десятков столичных пенсионеров стали выезжать на отдых не на берега Черного моря, а в Сибирь и на Дальний Восток. Стоимость авиабилетов, которую приходилось компенсировать за счет средств фонда, доходила до сотни тысяч рублей. По запросам в авиакомпании был получен ответ. Указанные пассажиры, некоторые возрастом под 80 лет, по данным маршрутам никогда не летали. Внимательное изучение представленных посадочных талонов и кассовых чеков показало, все они оформлены с помощью поддельных печатей. Региональное управление ФСБ и МВД по КОМИ выявили организатора махинаций. 37-летнего мужчину. Пенсионеров организатор находил на улице в ходе служебной деятельности своей. Предлагал им подзаработать, получить надбавку в пенсии. Объяснял им суть преступления. Уверял их, что данная схема будет скрыта. К уголовной ответственности никто их не привлечет. За несколько месяцев 2017 года мужчина втянул в аферу с компенсациями за билеты 28 пенсионеров. Поддельники успели получить и разделить больше миллиона 800 тысяч рублей. Еще полмиллиона должны были упасть на счета, но вовремя вмешались силовики. Ранее судимый сыктывкарец признался, схема подлога с проездными документами у него родилась спонтанно, когда он увидел в газете объявление компании, которая предлагала за небольшие деньги сделать липовые командировочные и проездные документы в качестве алиби для ревнивых супругов. Далее оставалось найти доверчивых подельников. Находил пенсионеров, предоставлял им поддельные проездные билеты, документы. После этого пенсионеры обращались в пенсионный фонд с этими билетами и заявлениями о возмещении проезда. Денежные средства перечислялись на счет пенсионера, снимались и делились между фигурантами. Естественно, организатор получал большую сумму, пенсионеру перепадало от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме 28 пенсионеров, аферист уговорил и своего коллегу по муниципальному предприятию. 97 тысяч рублей, якобы потраченных на поездку в отпуск и возвращенных работодателем, затем поделили пополам. Вину в содеянном фигурант признал полностью и был отпущен под домашний арест. Пожилые люди, которые вместе с ним теперь сели на скамью подсудимых, ущерб погасили частично. За мошенничество с получением компенсации в особо крупном размере 30 фигурантам грозит лишение свободы сроком до 10 лет. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа на сайте yurgan.rf. Следующий обзор чрезвычайных событий проведем в понедельник. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok